Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Вчера я опубликовал ролик, в котором обозначил конкретные ценовые цели для движения курса биткоина на протяжении следующих четырех месяцев. Если вы его не видели, ссылку на него оставлю в описании. Почему я его упоминаю? В нем я коснулся темы RSI, индекса относительно силы биткоина, который указывает на его перекупленность или недокупленность. Внезапно YouTube рекомендует мне видео с названием «Предупреждение, массивная коррекция биткоина совсем скоро» от Sunny Decree. Посмотрев его, я с удивлением отметил то, что местами наши с ним прогнозы практически совпадают. И что-то мне подсказывает, что именно потому, что все ждут этой коррекции, мол, после такого бешеного роста она обязана быть, ее может и не случиться, как обычно это и бывает. Тем не менее, несмотря на то, что я всегда настроен на рост, я попробую сегодня абстрагироваться от своих эмоций и, скрипя сердце, показать вам отрывок из этого видео с Sunny Decree. Мне он показался, во-первых, интересным, а во-вторых, не лишенным смысла. Ссылку на оригинал оставлю в описании под видео. Кстати, кроме этого, я хочу осветить действительно жизненную тему для меня, как для крипто-ютубера. А именно, есть некоторые люди, которые фактически хотят от меня того, чтобы я за них придумал им стратегию инвестирования. Но я не могу этого сделать, потому что я не знаю этих людей, их жизни, источников заработка и других обстоятельств. В общем, об этом тоже поговорим. Не забудьте поставить лайк, подписаться, если вы тут впервые и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. На моем канале видео о криптовалюте выходят практически каждый день. Давайте наберем 2020 лайков под этим роликом. Это помогает каналу развиваться, а мне просто очень приятно. Большое предупреждение! В сегодняшнем видео я даю вам предупреждение о том, что ожидаю массивную коррекцию биткоина очень скоро. Я хочу это обсудить. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Итак, начнем с дневного графика биткоина, который выглядит практически параболическим. Эта парабола просто кричит о коррекции. Множество людей верит в то, что отметка в 20 тысяч долларов – это тот уровень, от которого цена биткоина оттолкнется. Но лично я верю, что уровень 20 тысяч долларов не так уж и важен. Но это тема другого видео. Главная тема этого видео – это большая коррекция за углом, и множество индикаторов указывают на нее. Я начну с RSI на недельном графике биткоина. Мы уже говорили о нем, что когда RSI настолько перекуплен, как сейчас, это большой сигнал на коррекцию. Конечно же, мы видели похожие сценарии в 2017 году. Мы имели множество точек, когда RSI был перекуплен, но цена биткоина все равно росла вверх, показав лишь локальные откаты. Поэтому мы не должны воспринимать это как точный сигнал, так как мы уже видели перекупленный RSI в 2017 году, и цена все равно росла. Так что рассматривать только лишь один этот индикатор – неправильно. Но определенно, в совокупности с другими индикаторами это может быть сигналом на коррекцию. Кроме RSI у нас есть параболическое движение, а каждое такое движение в какой-то момент завершается коррекцией. Вопрос лишь в том, насколько массивной она будет. Также мы видим то, что называется индексом страха и жадности крипторынка. То, что мы наблюдаем здесь – это не просто очень большие цифры, а практически исторический пик жадности – 94 пункта на 19 ноября 2020 года. Если мы посмотрим, то увидим, что 27 июня 2020 года этот индекс составлял 92 пункта. Индекс жадности биткоина находится сейчас на историческом пике. Чтобы вы понимали, что случилось в прошлый раз, когда этот индекс был 92 пункта, это было вот здесь на пике 14 тысяч долларов, биткоин ушел в очередной нисходящий тренд. Я не говорю, что только лишь это дает мне основания полагать о массивной коррекции биткоина за углом. Нет, у меня есть еще кое-что, из-за чего лично я верю в то, что нас ожидает коррекция. Итак, это главная часть этого видео. Давайте посмотрим на этот глобальный график биткоина. Цена главной криптовалюты определенно вырвалась за пределы этого важного треугольника. Точно так же, как и здесь, в 2016 году. Здесь тоже был прорыв, так же, как и сейчас. Теперь, если мы выделим этот момент, то вы точно заметите это и скажете, подожди-ка, после прорыва из этого треугольника произошла серьезная коррекция. Что ж, давайте увеличим этот момент и взглянем на эту коррекцию ближе. Она составляла на пиках почти 40%. Теперь подумайте, как это может сломать новых инвесторов сейчас, людей, которые только что, наконец-то, купили биткоин после всех сомнений. Я не говорю, что это случится. Лично я думаю, что коррекция, которую мы потенциально можем увидеть, будет не 40%. Потому что сейчас на рынке намного больше ликвидности. Рыночная капитализация сейчас намного больше, чем в 2016. Так что намного сложнее повлиять на цену биткоина, причем в любую сторону. Вниз и вверх, не важно. Поэтому я верю, что коррекция будет не 40%, а процентов 20 или что-то такое. То есть, это может вернуть биткоин к отметке в 14800 долларов. И это вполне себе реалистичный прогноз. Но это лишь мое мнение. Я напомню, в 2016-2017, несмотря на то, что начался бычий забег, мы все равно видели многочисленные откаты, вплоть до 40%. Это происходило тогда, почему же это не может происходить и сейчас? Посмотрите на эту картину. Ситуация, в которой мы сейчас находимся, в сравнении с 2016-м годом, просто идентичная. И что случилось в 2016-м? Это 40% коррекция после прорыва из треугольника. Сегодня мы уже вырвались из этого треугольника. Ребята, звучит вполне резонно. И я хочу добавить, что, как и сказал Санни, несмотря на то, что в прошлом цикле, после прорыва из треугольника начался булран до нового исторического пика, он все-таки сопровождался откатами, вплоть до 40%. Именно поэтому, думаю, нет причин для долгосрочных холдеров, которые держат уже годами, переживать из-за очередного дампа. А вот для тех, кто купил только что, видимо, причины переживать есть. Однако, если смотреть на 5 лет вперед, все это не будет иметь особого значения. Точно так же, как сейчас не имеют значения те самые дампы из 2017-го года. Ведь цена биткоина больше никогда в истории не вернется к этим отметкам. И, наконец, хочу перейти к вопросам, сколько биткоина мне купить, когда мне купить, стоит ли мне купить на 1000 долларов сейчас, или, может быть, на 10 тысяч долларов. Я хочу сказать, что ни я, ни другой медийный человек в этой сфере не имеют права решать за вас, что и сколько вам делать. Ведь я не знаю вашего положения, вашей ситуации и ваших обстоятельств. Для меня 1000 долларов это так, побаловаться в каком-то щиткоине, и я совершенно могу не беспокоиться о возможной их потере. А для уважаемого Степана Алексеевича, 1000 долларов могут оказаться последней заначкой. Если вы спрашиваете у ютубера, что вам делать с вашими деньгами, то, скорее всего, вы собираетесь их потерять. Конечно, вы можете спросить моего совета, посмотреть мои видео, в конце концов, в которых я тоже могу что-то посоветовать. Но обязательно корректируйтесь под свою ситуацию. Я ведь не могу составлять стратегию для каждого из тех, кто спросил меня об этом. Ведь в противном случае это уже будет называться доверительным управлением, а я в это совершенно не хочу влезать. Берите мои видео в качестве одной стороны медали. Ведь вы знаете, что я абсолютный оптимист и всегда топлю за рост. Для другой стороны медали проделайте свой собственный анализ и в итоге сделайте заключительные выводы для своей собственной стратегии. Например, если вы слышите лишь оптимистичные прогнозы и аргументы для биткоина, проанализируйте и другую сторону, медвежью. И в итоге сформируйте свое мнение и свою собственную стратегию. Я не знаю, какие риски вы готовы на себя взять. Я не знаю, как выглядит ваш уже существующий портфель. И я не знаю ваши жизненные обстоятельства. Сколько денег вы должны тратить в месяц, например. Может у вас есть три кредита и одна ипотека. Поэтому я не могу строить за вас вашу стратегию. Кстати говоря, у меня совершенно нет долгов. Вообще нет и никогда не было. Скорее всего уже на этих выходных я выложу видео о самой простой стратегии инвестирования в криптовалюту. Поэтому нажмите колокольчик и нажмите все уведомления. Так вы точно не пропустите новые видео на моем канале. На этом все. Увидимся вечером в новом видео. Не забудьте поставить лайк под это видео. Это действительно помогает каналу и мне. А меня зовут Богатейши Ди. Подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь роликом с друзьями. Комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры подогнал Игорь Негода.